Всем привет дорогие друзья, с вами Муракаси. Сегодня хотел бы показать вам бой на танке Лёва на карте White Park. Играет тут Янг и Джази. Рубрика Суперфарм, выпуск третий. Едет наш Лёва на нулевую линию. Вместе с ним ИС-6, Т-44. В общем, довольно большая у них подкомпания. Лёва видит, что есть противники на центре. Т-43 уж слишком наглеет и подставляется. Есть возможность по нему пострелять. У Лёвы, в принципе, довольно точная прыжка. Она, по крайней мере, гораздо быстрее сводится, чем у Т-44. И это позволяет стрелять иногда чуть ли не сходу. Ну, с такого расстояния. По крайней мере. Конечно, сейчас позиция у Лёва довольно хорошая. То есть противники его, возможно, даже и не видят. Потому что тут много кустов все-таки. А если даже и видят, то он на заднем плане. То есть они на него не обращают особого внимания. И вот по этим подставляющимся противникам дается уже тысячу дамага нанести. Они тут уж слишком как-то действуют. Неаккуратно, агрессивно. Они, наверное, поняли, что на центре почти никого нет. Их наглеют за счет этого. Тут, конечно, важно сейчас уничтожить ИС-6, пока есть такая возможность. Потому что все-таки танк с большим альфа-страйком. Ну, вот он. Тут немного виднеется. Но не удается по нему попасть. А справа там давит ИС-6. Это не очень видно, но ему нужна помощь. Но Лёва пока что отвлекся на ИС-6. Вражескую. И вот только сейчас он обращает внимание, что союзнику нужна помощь. Но, к счастью, кто-то помог. Там 44-ка вроде уничтожила классы. С комитом особых проблем не возникнет. Потому что танк откровенно слабый на своем уровне. Но, по крайней мере, в неопытных руках. И без голдовых снарядов. Теперь, понятное дело, нужно возвращаться на сбитие. Потому что противники сейчас начнут брать базу. Они уже прорвались с другого фланга. И рассосались тут по всему тут городу. Не удается пробить ИС-3 в борт. У него довольно крепкие борта. Вообще, башня, конечно, читерская довольно-таки. Да и вообще, танк, конечно, очень серьезный. Сильный. Я даже с 3-4-ки не всегда пробиваю. ИС-3 в борт башни. Ну, у Лео чуть поменьше пробития, зато у него пушка точнее стреляет. Вернее, она быстрее сводится. Удается зайти в тыл ИС-3. Вы могли слышать, что был сейчас звоночек. Первым выстрелом удается сломать боеукладку, а вторым удачно взорвать ИС-3, у которого было 900 хп. Ну, вот ситуация уже довольно такая проигрышная, с одной стороны, потому что Лео танк медленный. И его могут легко обойти со всех сторон. А противников довольно много. К тому же, тикает захват. 30 секунд осталось. И Лео просто нужно сейчас ехать сбивать базу. Вернее, сбивать очки захвата. С центра стреляет Т-29. Это у него только такой дамаг по 250. Тут хорошо Супер Перш стоит бортом. В первую очередь, конечно, Супер Перша нужно уничтожать, когда он бортом стоит. Тут, конечно, я не знаю, как так повезло, что ПТ-шка срикошетила от квадратного борта Лео. Пытается как-то вытанковывать бортом. Наш герой, он понимает, что сейчас нельзя под все стволы подставляться и нужно по одному их уничтожать. Они, в принципе, могли бы все вместе выехать и тогда бы, может быть, даже и забрали бы Лео. Чинится Лео. Он видел, что ПТ-шка отстрелялась. Забирает ее правильно. Пытается быстро разобрать Т-34-85. Подъехал союзный Т-44, но сзади уже ИС. Подъезжает, наносит довольно много дамага 320. Но мог бы еще больше нанести. То есть тут тоже немного повезло. Опасеннее всего сейчас, конечно, ИС. Ну и Т-29 тоже опасен, потому что имеет хорошее пробитие. Вот противники уже с двух сторон пытаются как-то атаковать. Подставляется хорошо ИС. Сейчас, конечно, очень важно забрать хотя бы одного противника, потому что вдвоем все-таки они могут обойти. Понимает это Лео, едет вперед. ИС оказался не такой глупый. Он забирает С-44, чтобы меньше было стволов. Но Лео все-таки хорошо уничтожает ИСа. Т-29 промазал. И теперь, в принципе, такая дуэль. Один на один. Правда, у Лео ВХП меньше. И, в принципе, если бы Т-29 сейчас бы просто подъехал поближе и реализовал бы свой ДПМ, то он мог бы и выиграть. Но Т-29 решает просто встать на захват. Лео вытанковывает бортом. Очень грамотно делает. Сейчас, конечно, нельзя ни в коем случае подставляться. Но все-таки Т-29 пробивает, наверное, через гусли. Как-то он пытается неуклюже прятаться. Т-29. Но он показывал борт. Туда Лео пробивает. И сейчас Т-29 совершает огромную ошибку. Он зачем-то подъехал близко и уже у него нету шансов. Просто он пытается как-то закружить. Но сливается по-нубски. В общем-то, отличный бой. Надеюсь, он вам понравился. И сейчас смотрите результаты. Итак, а вот результат этого боя. 5 фрагов. 5 фрагов. 2 910 опыта. 199 тысяч кредитов. 7 662 дамага. 143 тысячи получил на шедовом чистыми. Получил медальки. Стальная стена. Защитник. И на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, бой вам понравился. И мои комментарии. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Ставьте лайки. Дизлайки. И в общем, удачи вам в боях. Пока.